На удивление остров здесь не застроен так плотно, то есть здесь мало расстояния, но я смотрю вот это пусто. Рад, чтобы не забавили здесь. Какой-то пригорок вообще пустой. Здесь огромная территория парковочная и как бы здесь еще есть куда строить. Здесь даже парковка, она под рельеф идет под наклоном, если посмотреть, такими волнами. А вообще-то для стоков они сделали. Смотрите, сток внизу специально сделали, когда снег, наверное, тает или сгребать его сюда в лунку. Короче, ситуация такая. Я купил карточку за 40 баксов припейт на 2,5 гигабайт. Чарт мобайл. И номер и смс работают активные, но дейта это интернет, который на 2,5 гигов. Он не работает. И я с продавцом без баи. Он ставил свою карточку, мы переустанавливали, ну то есть сеть сбрасывали. Потом ходил даже к провайдеру эту чарт, в другую будку. Он ничего мне не сказал. У них еще написано активно. Работает. Он ставил эту карточку активную мою, новую. У себя в телефон, у него дата работает. И он потом мне говорит, что мой телефон заблокирован. Короче, я купил свой телефон разблокированным. Я пользовался карточками любыми и в других странах. То есть это... Я фиг знает, как это мог телефон заблокироваться быть. То есть у меня есть мысль, что когда я в Токио ставил карточку, она действует на 33 дня. И я думаю, что они мне заблокировали на 33 дня. А я был там сколько? 28? Или сколько? То есть где-то, может, пару дней еще осталось или день-два, когда они разблокируют. Это я так думаю. Потому что других вариантов я не знаю. Потому что когда я прилетел обратно в Штат, я поставил свою карточку. У меня показывало, что она не работает, блокированная. Потом, когда я... Я думал, может, Verizon Provider что-то мутит. Я думаю, ну ладно, приеду обратно и посмотрю. Потом я поставил от знакомой карточку тоже здесь в Канаде. У нее не пашет. Я думал, может, она прилочена к своему телефону с карточкой. И сейчас, когда я проверил с prepaid-картой, оказывается, у меня походу телефон заблокирован под провайдера определенного. Я даже не знаю. Вот этого, который, наверное, в Токио брал. Короче, очень странная ситуация. Я сейчас, может, сегодня или завтра пойду в Apple Store и посмотрю. Заодно и посчитаю дни, сколько должна закончиться та симка. Короче, очень странно. Интересно, что у них в Walmart и McDonald's. Внутри находится Walmart. Первый раз тоже вижу такое. В общем, иду я в Le Parc. И вот только сейчас начинается my exploration, так сказать, в Монреале. Симку я посмотрю. Может, она как-то активируется. Посмотрим. Буду вечером смотреть. Сейчас 12 дня. Я уже полдня потерял. Так что надо идти. Парк рядом. Я не знаю, как он на французском называется. Но вот 12 минут ходьбы до него. В этих штанах не жарковато будет. Так, ну я взял с собой уже в этот раз шорты. Так что завтра я в шортах пойду. Я не вижу здесь облаков. Необычно, правда. Что нет облаков вообще. И это будет на протяжении там недели. Может, один раз в неделю там, чтобы поморосит. Но. Это черт подлаты. Только что выкинул бутылку вправо мимо мусорки. Он идет, строит вся гангстер. Олень. Доброе дело сделал. Слепому помог пойти. Ну, по карте показал, куда ему надо. На листочке показал мне. А это автостанция и метро слева. Зеленые ветки. Небольшая речушка в парке. Я только с парковки прошел. Здесь парк большеватый. Короче, парк называется Аргнингнон. Что бы это ни значило. И я смотрю, здесь пару озер есть небольших. Вот это будка. Слева все в графике. Это основное, где название написано. И там стрюк через забор перелазят. Чуваки. Это первый прудик. И чуваки перелезли через забор там, где было Денджер написано. Там, за это база закрыта. И взросло там все. Водичка здесь. Как обычный стовочек. Смотрю, моллюски там плавают. Трава кошеная. Гусь. Сейчас пойду по кругу, посмотрю. Кстати, здесь скамейки стоят. Можно похавать. Магазин взять и здесь хавать. Но не сейчас. Вот это прикол. Стоят такие скамейки металлические. Можно там с ней загорать. Болотце здесь. Свежий воздух. И почему-то общественный. Ты можешь любой сюда прийти и так лежать. Мне нужно вот парк Ангрингдон. Грингнон. Мне нужно пройти отсюда. Сюда. 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 И отсюда вообще вышел. И сюда на ветку метро. И погнать в центр. Потому что есть только это. Можно посмотреть здесь. Ну, не знаю. Здесь вот кашкошная трава. И это обычный парк. Там-то здание закрыто слева. Так что я вокруг озера только пройдусь. Здесь как бы особо нечего смотреть. Только утки здесь летают. Канадские. Толстые. Такие жирные. Загорают здесь справа с собаками. Интересно. Здесь можно рыбачить? Канадские доллары. Они такие пластмассовые. Видать, крепкие. Я видел, что здесь пару птичек. Как они красный цвет имеют. Небольшие. Одуванчики растут. Повсюду. Летают. Куча собак. Просто целая шайка. Там штук 20, наверное. На выгу. Выгуливать. Тупец. Тупец. Та-а-а. Скорее всего, не их, не собаки. Это они выгуливают за деньги. Есть такая услуга, что ты можешь брать там по 5-6 собак и гулять с ними. И взять тебе плотец. Посмотри, там две девушки набрали кучу собак. Не знаю, как они будут справляться с ними, если кто-то убежит. Ну, это, конечно, интересно. Знаки. Station Arlington. Павильон. Это station. Я туда пойду. Так, налево. Автобус и паркинг. Павильон. Детурни сюда. Значит, предыдущие кроссовки я оставил в Токио. В мусорку. Одел. Обычные, там, эти дождевые у меня с собой были. И эти я взял уже в Сиэтла. У меня вторая пара была. Другие. Тоже такие дышащие. Я думаю, за неделю их тоже добью. По обратке, когда приеду, возьму уже другие. Они стоят там баксов 20-30. Птички здесь необычные. Какие-то коричневые. 98% я слышу французскую речь. Кормит. Короче, справа и слева ездишь. Не знаю, на машине здесь, наверное, тоже можно. Поэтому, да. и на великах справа и слева. Посередине ходишь. И, как видно, мусорки есть. Большие. Никак. Кое-где. Не будем говорить, где. Какой-то компост слева. Там там баки с мусором. Просто завались. Мега-фонтан. То есть, этот... скамейки облезли. Да, ну, этот парк чисто для пробежек. Знаки здесь эти пластмассовые. Я так думаю. Похожи на пластмасс. Я бы сказал, здесь ничего интересного. Вообще ничего интересного нет. Здесь только бегать, ходить. Вот там на столиках хавать. И все. Это гуси дикие. К ним подходили, а девушки убегали. Ну, сентября они шибко здесь расслабились. Никто не трогает. Здесь с обеих сторон идёт озеро и дома. Здесь терминус ангрик. терминал автобусный. Я вот думаю, мне на ветке наверное ехать. Номер один написано. Ну, там похоже, как на рисунке на Google Maps, что это поезд. Не поезд, автобус. Так что я вот сейчас в внутренних сомнениях. Сейчас зайду в этот терминал, посмотрю. контроль, нижний сомнениях. сомнениях. А. Субтитры сделал DimaTorzok